Тимур Абдулаев приехал из Челябинска. В своем городе он известный художник-граффитист. Чтобы стать участником фестиваля арт-премьера, нужно было прислать эскиз морской тематики. Из 107 авторских работ организаторы отобрали 16. Среди них и рисунок Тимура. Лично я сделал 5 эскизов на разные стенки. Ну вот, данная композиция больше всех понравилась. И решили рисовать такой небольшой 3D-объект. Вот связали старую цистерну и будку, которая к ней прилегает. И чтобы объединил мальчик, как будто любопытный мальчик, заглядывает в бутылочку, смотрит, как кораблик там построен. Вместе с Тимуром оживляют стены детского лагеря еще 15 райтеров из разных городов. На создание одного такого шедевра может уходить до 5-7 дней. Сначала создается эскиз, подготавливается поверхность, далее художник приступает к нанесению. Работа с цветом самая трудоемкая часть. С помощью водоэмульсионной краски и аэрозоля граффитисты придают наброску форму, добавляют цвета и оттенки. Так Черноморское побережье видит Тамара Черненко. Последние 6 лет она учится на художника. В основном рисует в компьютерной графике, но с удовольствием пробует себя и в настенной живописи. Ну идея была олицетворение в этом слоне лагеря детского, который как будто этот город, он проносит детей через океаны, каких-то там переживаний, не знаю, событий, которые случаются с детьми в лагере. Вот, и в итоге возвращает их домой уже совершенно, ну как бы после какого-то путешествия совершенно не такими, как прежде. Фестиваль арт-премьера приобрел всероссийский масштаб. Для Анапы это первое крупное мероприятие, посвященное граффити. Организаторами выступили представители творческого объединения «Край-Сити», собрав лучших художников из разных городов. Это маленький звоночек, можно сказать, для тех людей, которые, когда видят человека с банкой, всегда представляют вандализм. Люди должны понимать, что с банкой можно делать такую красоту, и как бы это ничем не отличается от росписи маслом, росписи холстов. Просто холст здесь побольше, и краска – это не кисть, а баллончик. Фестиваль продлится неделю, победителей и проигравших не будет. Каждая работа по-своему уникальна. Уже в пятницу на стенах детского лагеря появится 16 картин. В планах творческого объединения этим летом провести подобный фестиваль в Туапсе и Краснодаре. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.